Всем привет! Вот она, финишная прямая. Всего пару недель осталось до Нового года. Ну а мы с вами продолжаем выбирать подарки для ваших друзей, родных и близких. Ну а 23 декабря, прямо здесь, в этой студии, мы разыграем все эти подарки с нашей елки. Ну а сегодня мы вместе с вами отправляемся в специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». История фейерверка началась в Китае. Именно в этой стране кто-то случайно бросил немного зеленого бамбука в костер. Прутья шипели и, наконец, через некоторое время неожиданно взорвались. После этого китайцы многие тысячи лет бросали зеленый бамбук на костры во время религиозных церемоний и при встрече Нового года, отпугивая тем самым злых духов. А в России фейерверки стали популярными в эпоху Петра Первого. В это время ни один праздник не обходился без красивого и красочного представления. Итак, сегодня мы с вами пришли за подарками в специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша». Да, наш русский народ любит погулять весело и с размахом, но для этого просто необходимы фейерверки. Вообще вся пиротехника делится на различные классы опасности. Их существует целых пять. Но четвертые и пятые – это пиротехника профессиональная, и в продаже в магазинах вы ее не найдете. А первые три есть в свободной продаже. К первому классу относятся всем нам известные свечи бенгальские и хлопушки с конфетти. Правила использования их очень простые. Чтобы обезопасить себя, нужно держать их на вытянутой руке на расстоянии 50 сантиметров. А вот и второй класс опасности. Как правило, это фонтаны. Радиус опасной зоны у них доходит до пяти метров. А вот и третий класс опасности. Это уже посерьезнее. В него входят вот такие римские свечи разного размера, ракеты. Вот они прямо передо мной. Ну и, конечно, любимые всеми батареи салютов. Любая пиротехника должна сопровождаться инструкцией по применению. Вы должны ее обязательно знать. Конечно, нужно устойчиво установить изделие или обложить его кирпичами. Поджигать пиротехнику нужно, не наклоняясь над ней. Ну и отойти на безопасное расстояние 30 метров. И тогда все будет отлично. Чтобы ваш подарок принес только положительные эмоции, помните, что любая пиротехническая продукция должна сопровождаться сертификатом соответствия, как в нашем случае. Ну а сейчас у меня в руках находится подарочный сертификат. В честь своего семилетия специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша» дарит сертификат на 7000 рублей. И, конечно, этот сертификат едет со мной и попадет на нашу елку с подарками. Вот и наш подарочный сертификат от магазина «Дядя Гриша» на 7000 рублей занял свое место. Я думаю, вы уже думаете, как же его получить. Все просто. 23 декабря здесь, в нашей студии, состоится финальный розыгрыш. И, возможно, его обладателем сможете стать именно вы. Ну а все, что вам нужно, это прямо сейчас отправить код передачи на номер телефона, который вы видите на своих экранах. И я думаю, что этот сертификат может достаться именно вам. Ну а в следующей нашей передаче на нашей елке появится еще больше подарков. Мы повесим на нее сертификат от магазина «Светлюкс». Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok